ВТБ Африка Подобрали покупателя ВТБ Африка Подобрали покупателя долю группы может купить бывший топ-менеджер банка. Газета «Коммерсант» номер 94 от 3 июня 2019 года. Строение 9 покупателям ВТБ Африка Дочернего банка группы ВТБ в Анголе, может стать бывший топ-менеджер кредитной организации. Формально он не аффилирован с ВТБ, таким образом, сделка может вывести ВТБ Африка Из-под санкций в преддверии укрепления российско-ангольского делового сотрудничества. Эксперты отмечают, что сейчас операции с клиентами в долларах могут проходить с большой задержкой, что сдерживает развитие кредитной организации. Твердый знак выяснил, кто станет покупателем доли ВТБ в Ангольском банке. ВТБ Африка О возможной продаже которого стало известно на прошлой неделе. Ангольское антимонопольное ведомство сообщило, что 50,1% ВТБ Африка Покупает структура В России зарегистрировано ООО «Ростанг», владельцем которого выступает Наталья Ранчинская, возглавляет компанию Леонид Ранчинский. Последний указан в списке аффилированных лиц ВТБ за 2015 год как член правления ВТБ Африка Также господину Ранчинскому принадлежит компания «Здравэкспорт», которая занимается трудоустройством российских врачей в больнице Анголы. 1,8 миллиарда рублей составила прибыль ВТБ Африка За 2018 год, согласно международной отчетности группы ВТБ источники «Твердый знак», знакомые с ситуацией В. ВТБ Африка Указывают, что именно Леонид Ранчинский может стать новым совладельцем Африканского банка. Если сделка состоится, то он продолжит развивать банк вместе со вторым акционером, экс-президентом ангольской алмазодобывающей компании. Энди Ама Антонио Карлосом Сумбулой Отмечает один из собеседников «Твердый знак». Связаться с самим Леонидом Ранчинским не удалось. В здравоэкспорте сообщили, что он находится в командировке, из которой вернется через месяц. Окончательного решения о продаже ВТБ Африка Нет, уточнили «Твердый знак» в пресс-службе ВТБ в субботу, назвав дальнейшие комментарии преждевременными. Причины продажи доли в прибыльном африканском банке могут быть санкционные риски. Согласно отчетности ВТБ по МСФО, ангольский банк заработал в 2018 году 1,8 миллиарда рублей чистой прибыли. Однако, как и сам ВТБ, ВТБ Африка находится под секторальными санкциями США, что осложняет развитие бизнеса. Основную часть операции ВТБ Африка осуществляет в долларах, поясняет собеседник «Твердый знак», знакомый с ситуацией. Секторальные санкции не ограничивают долларовые операции, но из-за более жестких комплайнс-процедур они могут идти медленнее и чаще блокироваться под предлогом, например, борьбы с отмыванием, поясняет управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Почему вхождение Отменено в декабре 2018 года министр финансов Антон Силуанов утверждал, что из-за санкций даже азиатские партнеры по бизнесу задерживают платежи российским компаниям в долларах, поскольку запрашивают информацию о УФАК Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США. По словам господина Силуанова, с задержками идет до трети платежей, а их срок может достигать месяца. Скорее всего, в случае АЭС ВТБ Африка речь идет о смене собственника для снижения санкционных рисков для контрагентов банка, подтверждает управляющий партнер УК Право и Бизнес Александр Пахомов. После смены собственника секторальные санкции АЭС ВТБ Африка могут быть и не сняты, однако сам по себе шаг формируют для этого предпосылки, поясняет он. Вывод банка из-под санкций особенно важен на фоне растущей деловой активности между Россией и Анголой. В этом году президент Анголы Жоан Лоренцо посетил Москву, где выступил в Госдуме, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заключил ряд соглашений. Тогда Жоан Лоренцо заявил, что Ангола заинтересована в создании государственно-частного партнерства или совместных анголо-российских предприятий в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, энергетика, туризм, геология и недропользование. В итоге в марте был учрежден Деловой совет России, Ангола, председателем которого стал гендиректор Алроса Сергей Иванов. Компания работает в Анголе с 1993 года. Виталий Солдатских